Всем привет, я Ванечка Фотолюб, и это не новости, а новости такие, что сегодня, наконец-таки, здесь Tamron 7300. Точнее, Tamron AF 7300 мм 4.5.6 LDDI. Вот. В кое-то веке я решил записать звук сразу с видео, но он записался плохой, из-за того, что микрофон был далеко от меня, а в комнате эхо. Поэтому будет небольшой рассинхронное видео со звуком, но вам не привыкать. И сразу к делу, объектив прикольный, забавный, на нем есть переключатели авторежима и мануального, но я им никогда не пользовался. Также есть железный байонет, от прошлого хозяина мне достался светофильтр, что отлично. И, в общем-то, объектив приятный. Он не воняет, все резинки сохранились, и я бы не сказал, что он прям какой-то слишком убогий, как я встречал такое мнение в этих интернетах. Нормальный объективчик для своей цены. Вес объектива 458 грамм для версии под Nikon. Про остальные я не знаю. На тушке до 7000 ощущается хорошо и сбалансировано. Ничего никуда не перевешивает, и это замечательно. Передаем привет автофокусу. При смене фокусного расстояния он, естественно, увеличивается в размерах, вылазит такой солидный хоботочек. При фокусировке все крутится. Ну, это обычный, темный, дешевый зум. Чего от него хотеть? В этой модели, модели А17, нет стабилизатора и нету автофокуса, так что не возбуждайся в комментариях, а лучше проверь, какая у тебя версия. Ну, и понятно, что автофокус отверточный, поэтому будет работать только на старших тушках Nikon, как вот, например, D7000. На D300, например, не будет работать. Если кому интересно, есть подробные обзоры на дзене, текстовые. Ну, а здесь я скажу, что оптическая схема состоит из 13 элементов в 9 группах, также есть низкодисперсионное стекло, ну, что должно хорошо сказаться на качестве резкости, 9 лепестков диафрагмы и, в общем-то, все, что можно о нем сказать. Этот объектив у меня уже больше года, с апреля 2002, но как-то он мне не прижился, показался слишком скучным. Возможно, это связано с моим настроением, с моими болячками, а возможно, объектив на самом деле простой. Нет в нем какой-то изюминки, он не сильно искажает реальность, то есть, что видишь, что и получаешь. Цвета нормальные, но, естественно, докручивать нужно на обработке, но мы не горды, нам не привыкать. Чтобы попасть в макро-режим, нужно быть в диапазоне фокусных расстояний от 180 до 300 мм, тогда можно активировать ползуночек макро-нормал. Это даст возможность снимать более мелкие объекты, но МДФ при этом будет где-то 100, не знаю, 150 сантиметров, то есть, дольковато. Это здорово, допустим, при съемке пугливых бабочек и так далее. Но, конечно, это не макро-объектив, ну, вообще. Фокусировка медленная, такая вдумчивая, особый репортаж на него не поснимаешь. Ну, я с легкостью снимал на людей, просто ставишь короткую выдержку и короткую серию там в три кадра, и чаще всего все получается. Да, это не профессиональный объектив, так что, ну, что мы можем от него требовать? В общем, посмотрим сейчас картинки, которые я наделал. Картинок много, все они будут в разброс. Хочется отметить, что самые лучшие показатели резкости и качества будут где-то на диафрагме F8. Этот объектив заявлен как объектив для цифрового фотоаппарата, то есть, это не ультрадревний под аналоговые тушки, но все равно, какой-то он, не знаю, мне не лежит в душе. Это не значит, что ты не должен его купить и пробовать с ним что-то сделать. Нет, просто это первый объектив, который меня ничем не зацепил, и это меня очень удивляет. Ведь фоткаю я уже давно, и это как-то странно. Говорю еще раз, возможно, наложился отпечаток моего настроения, тяжелой ситуации, в которой я пребывал, ну, и пребываю иногда. Поэтому, кто знает. Ну, в общем, руки дошли до этого обзора, я очень рад поделиться с вами этим объективом, мнением о нем. Все снято в основном в приоритете диафрагмы, иногда в джипег, иногда в раф, ну, то есть, по настроению абсолютно. Готовые джипеги из камеры, конечно, мало кому понравятся, потому что они такие, ну, пресноватые, в них не хватает резкости и насыщенности. Возможно, можно воспользоваться этим, чтобы делать портреты каких-нибудь женщин, где нужно все мягенько и не сильно насыщенно, но я не специалист в этом плане, так что можешь вставить свои ценные мнения в комментариях. Без шуток, возможно, кто-то использует такие темные зумы для интересных съемок, а я об этом не знаю. Я и те, кто посмотрит этот обзорчик, мы тут любим всякое такое, поэтому делись в комментариях, если хочешь. На фликре есть еще больше картиночек, скоро я туда догружу все свои запасы, и вы можете любоваться ими в оригинальном разрешении. Сейчас у меня есть Panasonic GX9, и с ним у меня есть 35100, такой зумчик, в нем поменьше разлет фокусных расстояний, но он как-то поприятней. Скорее всего, это дело вкуса, но как обычно. Данный Tamron 7300 у меня почти всегда на тушке до 7000, и я им фоткаю из окна разные приколы, и часто всякие небы. Ну, то есть он всегда под рукой. Чаще всего или он, или Tamron 1750 у меня одет на тушечку D7000. Что хочется сказать, конечно же, если где-то задешево увидишь такой объектив и любишь телевички, то надо его взять. Когда, например, я был вынужден продать Sigma 7300, я долго грустил по такому зумчику, хотя и Sigma была так себе по качеству, но мне очень не хватает вот этой возможности заглядывать в разные, так сказать, места своим хоботком, а такие объективчики в этом очень помогают. Я не стесняюсь фоткать людей прям в лоб и все такое прочее, мне это не доставляет сложности. Но с таким объективом ты получаешь другие кадры, люди на тебя внимания обычно не обращают, ну, если ты их на пляже не фоткаешь где-то прям. И в этом есть свои кайфы. Не то, чтобы я стал рекомендовать этот объектив всем и каждому, но для экспериментов, и если хочется зумчик, то, конечно, да. Был рад поделиться с вами этой информацией, как-то долго делал я этот обзор, но такой вот я человек. Собственно, что хотел сказать, на канале много видео и получилось так, что все они на разную тематику. Поэтому заглядывай, пожалуйста, в плейлисты и, возможно, там ты найдешь прям то, что тебе нужно. Что-то фотография, мусори, там варспирт даже есть и все такое прочее. Ладненько, давай всем пока.